Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Микаэль Ниеми Популярная музыка из Виттулы Перевод со шведского Руслана Косынкина Читает Григорий Перель Пролог Автор просыпается, начинает восхождение И выставляет себя на посмешище на перевале Торонгла С чего и начинается это повествование Ночевка в деревянной клетушке выдалась на редкость холодной Запищал мой походный будильник Я проснулся, резко сел Ослабил шнурок спального мешка, оставлявший узкое отверстие для лица И высунул руку в ледяную тьму Пальцы долго шарили по шершавому полу, усеянному щепками и песчинками В щели между половицами задувал холодный ветер Наконец моя рука нащупала холодную пластмассу будильника с кнопкой Некоторое время я лежал неподвижно Полудремал, распятый на доске с рукой погруженной в море Тишина, холод, мелкое прерывистое дыхание в разреженном воздухе Все тело ломило, словно за ночь я натрудил мышцы Тогда, именно в тот миг, я понял, что мертв Это состояние трудно передать словами Тело будто высосали Я превратился в камень В гигантский ледяной метеорит пепельного цвета Внутри меня зияло каверна, где шевелилось инородное тело Что-то продолговатое, мягкое и органическое Труп Но не я Я был камень Я только обволакивал остывающий образ Я был наподобие исполинского плотно облегающего гранитного саркофага Это ощущение длилось секунды две Самые большие три Потом я зажег фонарик На циферблате будильника высветилось ноль часов ноль минут В этот момент отчаяния я уже решил, что время остановило свой ход Что оно больше не поддается счислению Но поразмыслив, понял, что просто случайно сбросил цифры, когда искал кнопку будильника Часы на руке показывали двадцать минут пятого Края дыхательного отверстия в мешке покрылись инеем Температура была ниже нуля, хотя ночевал я в доме Я вылез навстречу холоду Выкарабкался из мешка, одетый во все, что у меня было Сунул ноги в промерзшие туристические ботинки Поеживаясь от холода, положил в рюкзак чистый дневник Опять ничего за целый день Ни одного наброска, ни единой записи Откинув дверной крючок, шагнул в ночь Бездонное небо, усыпанное звездами На горизонте, как челн на волнах, качался полумесяц Со всех сторон угадывались остроконечные силуэты гималайских титанов Звезды горели так ярко, что свет их струился по земле Острые белые лучики, просеянные в громадное сито Я взвалил на спину рюкзак Одно это несложное занятие стоило такого труда, что мне пришлось отдышаться От недостатка кислорода в глазах заметались мушки Высотный кашель раздирал глотку Сухие хрипы Четыре тысячи четыреста метров над уровнем моря Передо мной забрежжила тропа Она круто взбегала на каменистый склон И исчезала в темноте Медленно, очень медленно Начал я мое восхождение Перевал Торон-Кла, массив Аннапурны в Непале Высота пять тысяч четыреста пятнадцать метров Я сделал это Я добрался до вершины Такая легкость во всем теле Я опрокидываюсь на спину и учащенно дышу Ноют ноги, налитые молочной кислотой Стучит в висках Болит голова Это первая стадия высотной болезни Тревожно пылает рассвет Нежданный резкий порыв ветра предупреждает, что погода скоро испортится Мороз кусает щеки Я вижу, как горстка туристов, торопливо собрав рюкзаки, начинает спускаться к муктинату Я остаюсь один Нет, не могу уйти Рано еще Так и не отдышавшись Сажусь Прислоняюсь к обелиску На котором полощутся флаги с тибетскими молитвами Перевал выложен камнями Безжизненная груда валунов Не травинки По обе стороны Высятся горные пики Черные грубые фасады Украшенные белыми сверкающими ледниками Редкие первые снежинки Хлестко бьются о куртку Подгоняемые порывами ветра Плохо дело Если заметет тропинку Идти будет опасно Я озираюсь Других туристов сзади не видать Надо торопиться Нет, не могу Никогда в жизни я не забирался так высоко Надо же как-то попрощаться Поблагодарить Импульсивно встаю на колени перед обелиском Наверное, со стороны это выглядит смешно Но, оглянувшись еще раз Убеждаюсь, что вокруг не души Я подаюсь вперед По-мусульмански задрав зад Кланяюсь и шепчу слова благодарности На обелиске летая железная пластина С тибетскими письменами Что там написано, я не знаю Но вся надпись проникнута торжественностью и величием Я сгибаюсь еще сильнее И преподаю губами И тут же погружаюсь в подвалы памяти Скоростной лифт вихрем уносит меня в детство Из трубы, уходящей вглубь времен Кто-то спешит предупредить меня об опасности Да поздно Я прилип Влажные губы вмерзли в тибетскую молитвенную доску Я пытаюсь смочить ее языком Но и язык приклеивается Каждый ребенок на севере Хоть раз да побывал в моей шкуре Студенный зимний день Перила на мосту, фонарный столб, заиндевевшая железяка В памяти отчетливо всплывает эпизод Мне пять лет Я прилип языком к амбарному замку на мосту в Паэле Сперва полное изумление Когда я дотрагивался до замка варежкой И даже пальцем Ничего ведь не было Оказывается, это коварный капкан Я хочу позвать на помощь Но с прилипшим языком сделать это не так-то просто Я отчаянно размахиваю руками Пытаюсь оторваться силой, но мне слишком больно От стужи язык начинает неметь Рот наполняется кровью Я бешено колочу ногами в дверь Отчаянно мычу Мы-мы-мы-мы Тогда на помощь мне приходит мама Она приносит чашку теплой воды Вода течет по замку, освобождая губы На замке висят ошметки кожи Я клянусь, что больше никогда в жизни Мы-мы-мы чуя, а снег тем временем идет все сильнее Меня никто не слышит Если кто и поднимается сейчас, он обязательно повернет обратно Задница торчит в небеса Ветер злобно стягает ее Леденит Рот понемногу немеет Сняв перчатки, пытаюсь отодраться руками Отогреть плиту горячим дыханием Бесполезно Железо вбирает в себя тепло, но теплее не становится Я хочу поднять плиту, вырвать из земли Но она вмерзла, не шелохнется По спине течет пот Ветер задувает под куртку, пробирая до костей Надвигаются низкие тучи, заволакивая перевал серой мглой Страшно Ох, как страшно Все сильнее ужас Я умру здесь С губами, вмерзшими в тибетскую плиту Я не продержусь до следующего утра Остается одно Надо рвануть с мясом От одной мысли мне становится не по себе Но делать нечего Я делаю пробный рывок Боль пронизывает язык аж до самого корня Раз Два Ну Хруст Кровь Такая боль, что я стукуюсь головой в плиту Не идет Рот приклеен, как был Рвани я сильнее Остался бы без лица Нож Был бы у меня нож Пытаюсь нащупать ногой рюкзак Но рюкзак валяется в нескольких метрах от меня Живот сжимается от страха Содержимое мочевого пузыря грозит вылиться прямо в штаны Стоя на четвереньках, как корова Растегиваю ширинку Тут меня осеняет Сдергиваю с пояса походную кружку До краев наполняю мочой Лью на губы Моча течет по губам Те оттаивают Раз Два И я на воле Так Я отписал себе жизнь Стою на ноги Молитва окончена Язык и губы онемели Кровоточат Но слушаются А значит Я наконец-то могу начать Мой рассказ Глава первая Как Пайло шагнуло в будущее Как возникла музыка И как два мальчика Отправляются в путешествие налегке Дело было В начале шестидесятых Когда наш район в Пайле Начали асфальтировать Однажды я услыхал Приближающийся гул Мимо дома Ползла вереница машин Похожая на танковую колонну Они остановились И принялись Равнять и раскатывать Ухабистую Щебенчатую дорогу Это было в начале лета Повсюду в развалочку Расхаживали рабочие В спецовках Сплевывали Жеванный табак Орудовали ломами И непонятно Лопотали на финском А местные бабы Тем временем Пялились на них Из-за занавесок Все это было Дико интересно Пятилетнему мальцу Я торчал за штакетником Наблюдал за происходящим В просвет И втягивал носом Выхлопы солярки Шедшие от бронированных чудовищ Они вгрызались В извилистый большак Словно в заплесневилую падаль Глинистая колея С неисчислимым множеством Мелких рытвин Наполнявшихся водой Во время дождя Изрытый оспенными хребет Во время оттепеля Дорога превращалась В жидкую размазню Летом ее пересыпали солью Как мясо Чтобы не пылило Щебенка Вышла из моды Она была пережитком Прошлых времен Родившись вместе с ней Наши отцы и матери Не пожелали Оставить ее после себя В народе наш район Называют Виттулоянкой Что можно перевести Как Сучье болото Откуда взялось это название Неизвестно Возможно оно появилось от того Что здесь рождалось Очень много детей В большинстве семей было По пять и даже более Ребятишек Стало быть название Это было Грубым намеком На женское плодородие В Виттулоянке Или просто Виттуле Как иногда сокращали название Жили в основном Выходцы из сельской бедноты Детство которых пришлось На неурожайные Тридцатые годы Благодаря тяжелому труду И благоприятной Конъюнктуре Они выбивались В люди И получали Возможность Взять ссуду На строительство Собственного дома Швеция процветала Экономика росла И вот прогресс Докатился Наконец и до Турнедалина Перемены к лучшему Произошли так внезапно Что люди все еще Не верили в свое богатство То и дело появлялся страх Что у тебя вот-вот Все отнимут Вот и теперь Взволнованные хозяйки Прятались за расшитыми Занавесками Удивляясь Какая хорошая Пошла нынче жизнь Теперь и у тебя И у твоих детей Есть свой дом В досталь денег Чтобы купить одежду Дети не ходят В латаном-перелатаном Машина и та есть Теперь вот Щебенку снимают А на ее месте положат Жирный черный асфальт Нищета нарядится В черную кожаную куртку Вот оно Будущее-то Стелется Гладкое, как щека По нему На новых велосипедах Поедут наши детки Вперед К благополучию И техническому образованию Гудели И мычали разгрузчики Ссыпали гравий Грузовики Катки трамбовали Будущую дорогу Огромными стальными валами С такой невероятной силой Что мне захотелось Сунуть под них Мою детскую ножку И посмотреть, что будет Я кидал под каток Гербули А когда он проезжал Бежал искать Но камни Бесследно исчезали Исчезали, как по волшебству Это было страшно И восхитительно Я положил ладонь На ровную поверхность Удивительно холодная Как такая неровная щебенка Становится гладкой Будто простыня Я взял в кухне вилку Кинул ее Потом пластмассовый совок Но и они пропали без следа Я и сегодня не знаю Остались ли они там в асфальте Или вообще испарились Каким-то колдовским способом В ту пору Старшая сестра Купила первый в жизни Проигрыватель Когда она ушла в школу Я прокрался в ее комнату На письменном столе Стояло оно Пластмассовое чудо техники Маленький блестящий Черный ящик С прозрачной крышкой Под которой скрывались Странные кнопки И регулятор По столу разбросаны Бигуди, помады И дезодоранты Все новье Ненужная роскошь Символ нашего достатка И залог будущей Беззаботной и благополучной жизни В лаковой шкатулке Гора фоток с кинозвездами И кинобилетов Сеструха коллекционировала их Принося связками Из кинотеатра Вильхельмсенс На обороте Писала название фильма Исполнителей главных ролей И ставила оценку На пластмассовой стойке Напоминавшей решетку Для посуды Сестра выставила Единственный сингл И взяла с меня Торжественную клятву Что я не посмею Даже дышать на него И вот Я непослушными пальцами Схватил пластинку Погладил лаковую обложку Где был изображен Молодой стиляга С гитарой в руках Черный чуб спадал на лоб Стиляга улыбнулся И встретился со мной взглядом Бережно Очень бережно Вынул я Черный Виниловый диск Осторожно снял крышку Пытаясь сделать все Как делала сестра Я положил пластинку На тарелку Так, чтобы дырочка Пластинки попала На пипку В середине тарелки Потея от нетерпения Включил ток Тарелка дернулась И пошла вертеться Я пришел В неописуемый восторг Подавив в себе Желание дать стрякача Неуклюжие детские пальцы Схватили змею Черную упругую змею С ядовитым зубом Жестким, словно зубочистка Раздалось потрескивание Как будто жарились шкварки Сломалось Подумал я Я испортил пластинку Она больше не будет играть Бам-бам Бам-бам Ага, нет, играет Тяжелые аккорды И заводной голос Элвиса Я стоял, как вкопанный Позабыв сглатывать слюну Которая струйкой текла с губы Чувствовал, как кружится голова Как сперло дыхание Вот оно Будущее Вот как оно звучит Музыка, похожая на гудки Асфальтоукладчиков На их нескончаемый грохот На вой сирены Зовущий к багряному небосклону Окрашенному лучами рассвета Я нагнулся И выглянул в окошко Из выхлопной трубы грузовика Шел дым Я понял, что укладка началась Но это был не черный Лоснящийся асфальт Это был Асфальтобетон Грязно-серый Узловатый Вот по нему-то Мы, паэльцы И покатим В будущее Когда машины Наконец убрались Во своясе Я начал потихонечку Обследовать окрестности Мир перед моими глазами Рос с каждым шагом Новая асфальтированная дорога Соединялась с другими Новыми дорогами Мимо тянулись пустынные Тенистые парки Громадные псы Облаивали меня Беснуясь на звенящей цепи Чем дальше я шел Тем больше картин Открывалось мне Мир был бесконечен Он все время рос И когда я понял Что могу идти вот так Сколь угодно долго Я почувствовал Головокружение Почти до тошноты Набравшись храбрости Я спросил отца Который намывал Свой новенький Вольво А земля большая Ужасно большая Ответил отец Но у нее же есть край Есть В Китае От такого прямого ответа Мне стало Немного легче на душе Значит, если долго идти То рано или поздно Дойдешь до края И край этот В царстве мяукающих Ускоглазых людей На другой стороне земли Стояло лето Жара была невыносимой Я лизал ледяное мороженое Оно капало И намочило мне рубашку Вышел со двора Покинул свою крепость Изредка оглядывался назад Чтобы увериться Что не заблудился Пошел на детскую площадку На самом деле Это был старый выгон Затесавшийся посреди поселка Поселковые власти Поставили здесь качели И вот Я плюхнулся на узкое сидение Начал энергично Раскачивать цепи Чтобы набрать скорость Внезапно я почувствовал Что за мной наблюдают На горке сидел Какой-то пацан Он расположился На самой верхушке Будто собираясь скатиться Но вместо этого Словно гриф Застыл в выжидательной позе И смотрел на меня Во все глаза Я насторожился Что-то с этим парнем Не так Не было его там Когда я пришел Он точно с неба свалился Я притворился Что не заметил его И принялся раскачиваться Качели взлетали так высоко Что цепи обмекали В моих руках Зажмурился Слушая, как замирает в желудке Когда качели ускоряют Свой бег к земле И поравнявшись с ней Стреляют ввысь Когда я открыл глаза Он уже сидел в песочнице Он что туда на крыльях перелетел Я не слышал ни звука Мальчик по-прежнему Пристально разглядывал меня Сидя ко мне боком Я замер Качели замедлили ход Тут я подпрыгнул Кувыркнулся через голову И плюхнулся на траву Стал разглядывать небо Белые облака бежали над рекой Они напоминали больших пушистых барашков Спящих на ветру Когда я закрыл глаза То увидел, как по внутренней стороне век Бегают какие-то букашки Маленькие черные точки Ползающие по красной пелене Я зажмурился крепче И обнаружил, что в животе У меня бегают фиолетовые лилипуты Они карабкались друг на дружку Образуя узоры Еще там были разные звери Там открывался целый мир Меня вдруг поразила мысль Мир состоит из множества кулечков Повязанных один поверх другого Сколько ни развязывай Внутри всегда будет новый Я открыл глаза И вздрогнул от неожиданности Рядом со мной Лежал тот мальчик Он растянулся на спине Почти вплотную ко мне Так что я чувствовал его тепло Лицо у него было Удивительно маленькое Сама голова была нормальная Но вот черты лица Разбились в кучу на крошечном участке Словом, лицо, как у куклы Прилепленное на большой коричневый мяч Коротко остриженные волосы С выхваченными кусками На лбу засохшая корка ссадины Уже отваливающаяся Он сощурил один глаз Верхний, в который попадало солнце Нижний прятался в траве И был широко открыт В огромном зрачке Я видел свое отражение «Как тебя зовут?» Поинтересовался я Он не ответил Не шелохнулся «Микос синон не мион» Повторил я вопрос по-фински Тут он открыл рот Улыбкой это назвать нельзя Но можно было разглядеть зубы Они были желтые Давно не чищенные Мальчик поковырял мизинцем в ноздре Остальные пальцы были слишком велики Для этой тонкой работы Я сделал то же самое Извлекли каждый свою козявку Он сунул свою в рот и проглотил Я замялся Тогда он выхватил и мою козявку Быстро отправил вдогонку первой Так я понял, что он хочет подружиться со мной Мы сели в траве И мне захотелось тоже произвести впечатление На моего нового приятеля Можно поехать, куда захочешь Мальчик жадно слушал мои слова Но я не был уверен, что он понимает Даже в Китай Продолжил я Чтобы доказать серьезность Моих слов Я поднялся и направился к дороге Вальяжно напустив на себя Помпезную самоуверенность Чтобы не выдать волнение Он увязался за мной Мы дошли до церковной сторожки Выкрашенной в желтый цвет У дороги стоял автобус На нем явно приехали туристы Чтобы поглазеть на музей Листариуса Автобус стоял с открытой дверью Для проветривания Водителя поблизости не было Я вошел, втянув за собой приятеля На немного отсыревших сиденьях Разбросаны куртки и сумки Мы спрятались сзади За спинкой последнего кресла Вскоре в автобус, пыхтя и потея Начали карабкаться пожилые тетки Расселись по местам Они говорили на каком-то гавкающем языке И большими глотками Отхлебывали из бутылок с лимонадом Потом к ним присоединились Еще несколько пенсионеров Подошел шофер Положил под губу заряд табака И мы отправились в путь Молча во все глаза Глядели мы на проплывающие картины Вскоре оставили Пайлу Крайние дома скрылись из виду И поехали лесами В жизни не видел я столько деревьев Они тянулись и тянулись бесконечно Вдоль дороги стояли старые телеграфные столбы С фарфоровыми чашками А между ними в духоте унылой дугой Провисали тяжелые провода Нас заметили только когда мы проехали много километров Я случайно стукнулся в спинку сиденья И сидевшая на нем тетенька с ноздреватыми щеками Обернулась ко мне Я предупредительно улыбнулся Она улыбнулась в ответ Порылась в сумочке и угостила нас конфетами Из диковинного мешочка Что-то сказала Но я не понял что Тогда она показала на шофера и спросила «Попал?» Я кивнул, натужно улыбаясь «Хаптерхунга?» — спросила она Не успели мы сообразить Как она вручила нам по бутерброду с сыром После долгой тряски Мы, наконец, затормозили на большой стоянке Пассажиры высыпали наружу Я и мой приятель с ними Нашему взору открылось Низкое широкое здание из бетона С плоской кровлей Из которой щетиной торчали высокие стальные антенны Дальше за железной решеткой Стояло несколько аэропланов Шофер открыл багажник И начал выкладывать чемоданы У нашей благодетельницы была целая гора чемоданов И она ужасно беспокоилась На лбу под шляпой Блестели бусинки пота Тетенька посасывала зубы Неприятно причмокивая Мы с приятелем решили отблагодарить ее за гостинцы И схватили тяжелый чемодан Втащили его в здание аэровокзала Там перед столом диспетчера Уже возбужденно гудела орава пенсионеров Размахивающих всевозможными документами Диспетчерша в форме терпеливо пыталась их построить Так организованным шагом Мы миновали турникет И пошли к самолету Это был мой первый полет Оба мы чувствовали себя немного неловко Но красивая стюардесса с карими глазами и сердечками в ушах Помогла нам пристегнуть ремни Моему товарищу досталось место у иллюминатора Мы с растущим торжеством глядели Как раскручиваются блестящие пропеллеры Все быстрее, быстрее Вот уже совсем слились в единый невидимый круг Начали взлетать Меня вжало в сиденье Колеса стали подпрыгивать Потом легкий рывок Оторвались от земли Мой приятель в восторге тыкал в иллюминатор Летим Внизу простирался мир Люди, дома, машины, съежившиеся до игрушечных размеров Такие маленькие, что можно было положить их в карман Потом со всех сторон нас обступили облака Белые снаружи, серые, как овсянка, внутри Протаранив облака, продолжили подниматься Все вверх и вверх Пока не достигли купола неба И тогда стали парить Медленно, почти незаметно Приветливая стюардесса угостила нас соком Это было кстати Ужасно захотелось пить Потом мы попросились в туалет И она проводила нас в крошечную кабинку Где мы по очереди выпростали из штанов свои пипки Моча падала в отверстие И я представил, как она прольется на землю мелким золотым дождем Потом нам дали альбомы и мелки Я нарисовал, как столкнулись два самолета Ощипанная голова моего товарища все больше клонилась назад Так он и заснул с открытым ртом От его дыхания запотел иллюминатор После долгого перелета мы приземлились Пассажиры, как один, ринулись вон Суматохи мы потеряли из виду нашу тетеньку Я подошел к старичку в фуражке И осведомился, не есть ли это тот самый Китай Он покачал головой И указал на бесконечно длинный коридор По которому шел народ с чемоданами Мы пошли по этому коридору Я несколько раз вежливо спрашивал Пока мы, наконец, не увидели людей с узкими глазами Я решил, что эти уж точно едут в Китай Так что мы сели рядом и стали терпеливо ждать Спустя какое-то время подошел дяденька в синей форме И стал нас расспрашивать У нас будут неприятности Это читалось в его глазах Потому я застенчиво улыбнулся ему И притворился, что не понимаю Папа, — пролепетал я, указывая куда-то вдаль Ждите здесь, — сказал он и быстро ушел Едва он скрылся, мы перебрались на другую скамью Скоро мы познакомились с черноволосой китаянкой В гетрах, которая собирала забавный конструктор Она разложила пластмассовые кусочки на полу И стала объяснять нам, как сделать дерево, вертолет Да все что угодно Без умолку болтала и размахивала тонкими ручками Кажется, ее звали Ли Она кивнула в сторону скамьи, где читал газету Какой-то строгий дяденька И сидела взрослая девочка с ожгучими черными волосами Я решил, что это сестра девочки Она ела сочный красный фрукт, красиво нарезанный специальным фруктовым ножом И вытирала губы салфеткой с отороченными краями Когда я подошел к ней, она с сытым видом предложила мне взять кусочек Фрукт был настолько сладкий, что я прямо задрожал от удовольствия В жизни не ел такой вкуснятины Я подтолкнул товарища, чтобы и он попробовал Он смаковал с полуопущенными веками В виде благодарности неожиданно вытащил спичечный коробок Приоткрыл его и дал китаянкам заглянуть в щелку В коробке скрепся большой жук с зеленым отливом Старшая сестра протянула ему маленький кусочек фрукта Но жук вдруг взлетел С басовитым рокотом покружился над всеми узкоглазыми путниками, сидевшими в креслах Над двумя тетками со спицами в волосах, задравшими головы от изумления Обогнул гору чемоданов, увенчанную парой небрежно упакованных оленьих рогов И, задевая лампы дневного света, поплыл по коридору в ту самую сторону, откуда мы пришли Мой приятель поскучнел, а я взялся утешать его, говоря, что жук точно полетит домой, в Пайлу В это время что-то объявили погромкоговорителю, и все засуетились Мы помогли китаянке сложить конструктор в сумку для игрушек И в сутолоке продрались через турникет Этот самолет был куда больше предыдущего Вместо пропеллеров на крыльях у него висели большие турбины, которые начали свистеть Свист перерос в оглушительный вой Но стих, когда мы устремились к серой пелене облаков Так мы прибыли во Франкфурт И, кабы у моего безмолвного спутника не прихватило живот И он не устроился какать прямо под столом То, честное слово, то совершенно верно, то без тени всякого сомнения Мы добрались бы до Китая Глава вторая о вере, живой и мертвой О страстях по шурупам и об одном удивительном происшествии в Паэльской церкви Я стал водиться с моим молчаливым приятелем И вскоре в первый раз попал к нему в гости Его родители оказались листодианами Последователями Ларса Леви Листадиуса Который когда-то давным-давно основал в Каресуандо секту харизматического пробуждения Изрыгая проклятие почище иного грешника Этот приземистый батюшка обличал в своих гневных проповедях пьянство и блуд Да с таким жаром, что отголоски этих проповедей докатились до наших дней Листадианину мало называться верующим Мало просто окунуться в купель, причаститься или заплатить церковный оброк Вера должна быть живой Однажды старого листадианского проповедника спросили, что он понимает под живой верой Тот долго думал и, наконец, ответил с глубокомысленным видом, что это все равно, что всю жизнь подниматься в гору Всю жизнь подниматься в гору Хм, довольно трудно представить Вот ты отдыхаешь на Приволье, гуляя по узкой извилистой турнедальской дорожке Где-нибудь между Пайлой и Мода сломпала Буйствует красками молодое лето Тропинка бежит по сосновому редколесью Из болотца доносится запах тина и солнца На обочине клюют щебенку глухари Но при виде человека поспешно улепетывают в кусты, шурша крыльями Вот уже и первый пригорок Ты замечаешь, как земля начинает уходить вверх Как напрягаются твои икры Пустяки, подумаешь, бугорок Там наверху очень скоро дорожка вновь растелится перед тобой сухой лесной гладью С белыми шапками ягеля межисполинских стволов Однако подъем продолжается Он оказался длиннее, чем ты думал Устали ноги Ты замедляешь шаг И все нетерпеливее поглядываешь на верхушку склона, который вот-вот достигнешь А верхушки-то и нет Дорога уходит вверх и вверх Лес такой же, как прежде Лощинки и молодая поросль Кое-где уродливые вырубки А подъем продолжается Словно кто-то взял всю местность за край Да и оторвал от земли Приподнял дальний от тебя конец И что-то подложил под него Шутки ради Тут закрадывается предчувствие, что сегодня подъем не кончится И завтра тоже Но ты упрямо идешь и идешь в гору Незаметно дни становятся неделями Ноги уже порядком натружены Нет-нет, да и помянешь того шутника, который так ловко все подстроил Нехотя признаешь, что шутка удалась Но уж за парк Айоки-то подъем закончится Всему же должен быть предел И вот ты в парк Айоки А подъем не кончается Ну что ж, тогда в китке Айоки Недели складываются в месяцы Ты меряешь их шаг за шагом И выпадает снег Тает И снова выпадает И где-то между китки Айоки и китки Айярви Ты уже готов плюнуть на все это Дрожат ноги Болят суставы Последние силы на исходе Но ты делаешь привал И, превозмогая усталость, продолжаешь путь Тем более, что до мода сломпала уже рукой подать Изредка, понятное дело, навстречу тебе попадаются путники Идущие туда, откуда ты пришел Весело семенят под уклон по дороге в Пайлу Некоторые даже едут на велосипедах Катятся себе в седле, отпустив педали Так с комфортом и доезжают до конца В твоей душе зарождается сомнение Надо признать это Внутри тебя происходит борьба И шаги твои становятся короче Идут годы И ты уже близко Совсем близко И снова выпадает снег Так и должно быть Глаза слезятся от вьюги Ты что-то замечаешь Кажется, что-то забрежжило вдали Лес редеет Расступается За деревьями замаячили дома Вот он, вот он, мода сломпола Последний шаг, последний Дробный и дрожащий шажок Во время панихиды священники говорят Что ты почил в живой вере Истинно так Ты почил в живой вере Си колет и левяся узкоса Ты пришел в мода сломпола Всем этому свидетели Отныне ты восседаешь На золотом багажнике Велосипеда Господня И вечный путь твой Лежит под уклон Осеняемый Трубными глазами ангелов Выяснилось, что у моего товарища Все-таки есть имя Мать звала его Нилой Его родители строго следовали Христианским заповедям Несмотря на обилие детишек В доме царила гулкая тишина Как в храме У Нилы было два старших брата И две младшие сестры Еще один ребенок Ворочался в брюхе у его матери И поскольку каждое чадо Есть дар Божий Со временем ребятни В доме должно было только прибавиться Удивительно, как вся эта орава Могла вести себя так тихо Игрушек было немного Да и то в основном Некрашенные деревянные самоделки Выструганные старшими братьями Младшие играли этими деревяшками Молча Немые, как рыбы Виной тому не только Религиозное воспитание Такую картину можно наблюдать И в других турнодальских семьях Просто они не разговаривали Может из-за стенчивости Может из гнева Может просто потому, что Обходились без слов Родители открывали рты Только за обедом Если же им было что-то нужно Показывали рукой Или кивком головы Дети вторили им Придя к ней или в гости Помалкивал и я Дети вообще остро чувствуют ситуацию Я разулся на крыльце И мягко Точно на кошачьих подушечках Прокрался внутрь Склонив голову И немного сутулись На меня уставилась Добрая дюжина глаз Из качалки Из-под стола От буфета Детские глаза Впились в меня Потом резко отвернулись Стали блуждать По кухонным стенам По сосновому полу Но все время Возвращались ко мне Я тоже глядел Во все глаза Личико у меньшей сестренки Скорчилось от испуга Рот открылся Обнажая молочные зубы Потекли слезы Она заплакала Но и плач ее был беззвучным Просто наморщились щеки А пухлые ручки Теребили мамин подол Мать носила косынку Даже в доме Она месила тесто По локти погрузив руки в катку От ее мощных движений Мука вздымалась столбом Золотом вспыхивая В лучах солнца Мать не обратила на меня внимания Ниила принял это Как знак одобрения Он потянул меня К своим старшим братьям Которые сидели на кушетке Обмениваясь шурупами Должно быть Это была своеобразная игра Мудреная сортировка По коробочкам и отделениям Потом они стали сердиться И молча рвать шурупы Друг у друга из рук Одна гайка упала на пол Ниила украдкой цапнул ее Старший из братьев Молниеносно перехватил его руку И нажал с такой силой Что Ниила, замирая от боли Разжал ладонь И гайка упала в прозрачную Пластмассовую коробку Тогда средний брат Опрокинул коробку Содержимое С барабанной дробью Рассыпалось по деревянному полу На секунду все замерло Все взгляды были прикованы К братьям, как к полотну экрана Когда пленка зажевывается Чернеет, мнется Треск, и экран становится белым Я почуял в воздухе ненависть Сам того не осознавая Братья кинулись друг на друга Схватившись за отвороты рубах На руках вздулись бугры Братьев стягивало Как два мощных магнита При этом они неотрывно Сверлили друг друга Черными, чернее сажи зрачками Два зеркала, составленные вместе Но отдаляющие друг друга До бесконечности Вдруг мать швырнула тряпку Тряпка просвистела по кухне Как комета, оставляя за собой Белый хвост муки И смачно влепилась в лоб старшему Мать приняла грозную позу Неторопливо отирая тесто с рук Меньше всего ей хотелось провести Целый вечер, пришивая оторванные пуговицы Братья нехотя расцепились Поднялись и вышли вон Мать подняла тряпку Помыла руки И вернулась к стрепне Ниила собрал все шурупы В пластмассовую коробку Положил ее в карман И просиял Потом краешком глаза Покосился в сторону окна Братья сошлись посреди двора Руки летали раз за разом Сокрушая скулы От мощных затрещин Бритые черепушки Сотрясались, как брюквы Но ни криков, ни брани Удар за ударом В низкий лоб В пятак Мощные плюхи по пылающим ушам Старший был шире в плечах Младшему, чтобы ударить Приходилось подпрыгивать У обоих из носа текла юшка Кровь капала и брызгала во все стороны Костяшки покраснели Но братьев было не остановить Бах, шлеп, тресь, хлоп Нас угостили соком И булочками с пылу с жару Такими горячими, что Откусив, надо было сперва Подержать кусок в зубах А уж потом жевать Затем Нила стал играть шурупами Он высыпал их на кушетку Пальцы его дрожали И я понял, как давно он мечтал Повозиться с шурупами Нила разложил их по разным отделениям Пластмассовой коробки Высыпал их Смешал Снова разложил Снова высыпал Я хотел было подсобить ему Но Нила начал злиться Я побыл еще немного И пошел домой Он даже не оглянулся Братья меж тем продолжали драться Щебенка под ними была вытоптана Образовалась круглая яма Все те же бешеные удары Та же немая ярость Но в движениях уже заметна Медлительность и усталость Рубахи взмокли от пота Окровавленные лица, покрыты серым налетом Слегка припорошены землей И тут я увидел, как они преобразились Это были уже не мальчишки Скулы распухли Из разбитых ртов торчали клыки Ноги стали короче и мощнее, как медвежьи ляжки Разбухли так, что штаны трещали по швам Ногти почернели и отросли Превратились в когти И понял я, что не земля у них на лицах А щетина — курчавый мех Тьма, расползающаяся по светлым ребячьим щекам Ползущая по шее вниз За пазуху Я хотел крикнуть, предупредить дручунов Неосмотрительно шагнул в их сторону Тут они резко остановились Повернулись ко мне Сгрудились, втянули мой дух И в глазах их я увидел голод Алчбу Они хотят есть Они хотят мясо Я попятился леденее от страха Они захрюкали Плечом к плечу стали надвигаться Два настороженных зверя Ускорили шаг Выскочили из ямы Когти взрывали щебенку в бешеном беге Надо мной распростерлась тень Мой придушенный вопль Страх, писк, виск поросенка Дин-дон, дин-дон, дили-бом Колокола Божественные колокола Дин-дон, дин-дон Во двор въехал велосипед На нем сидел странник в белых одеждах Сияющий образ Он жал на звонок, сотворяя белесое облако света Странник резко затормозил Захватил лапищами обоих зверят Поднял за шкирку И хряпнул друг о дружку головами, как капусту Аж сок брызнул Папа, запищали они Папа, папочка И свет рассеялся Отец швырнул их на землю Схватил за лодыжки И стал возить сыновьями взад-вперед по щебенке Скородя землю их передними зубами, как граблями Когда он отпустил их, оба рыдали И рыдая, они снова стали детьми А я побежал домой, только пятки засверкали И в кармане у меня был припрятан шуруп Отца Ниилы звали Исок Он происходил из крупного листодианского рода Еще мальцом его стали водить в душную избу, где молились сектанты На деревянных лавках, теснясь за дами, сидели крестьяне в темных сюртуках и их жены с платками на голове В коморке было так тесно, что, когда на задние ряды не сходил святой дух, люди, отбивая поклоны, стукались лбами, а спины впереди сидящих Среди них сидел Исок, щуплый отрок, сдавленный со всех сторон родными дядями и тетями, которые преображались у него на глазах Сначала учащалось дыхание, воздух становился спертым и влажным, рдели щеки, запотевали очки, с носа капал пот Все громче пели оба проповедника Этими словами, этими живыми словами, нить за нитью сотворялось полотно истины Изображались картины злодеяний, измен, прегрешений, что пытались схорониться в земле Однако их вырвали с корнем И словно червивой свеклой потрясали перед собранием Впереди Исока сидела девочка с косичками В полумраке волосы ее отливали золотом С боков она была стиснута беспокойными большими телами Она сидела тихо, прижимая к сердцу куклу А вокруг нарастала буря Страшно смотреть, как рыдают твои папа с мамой Как такие умные, такие взрослые родственники Меняются, растворяются Страшно маленькому сидеть вот так и слушать, как тебя поливает чужой пот И думать, это моя вина Ах, если бы я был хоть капельку добрее Детские ручки Исока сцепились в крепкий замок Ему казалось, что между ними ползают мураши Если я разниму руки, мы все умрем, думал он Если я отпущу их, мы погибнем И был день, воскресный день, спустя годы Когда Исок, высокий, крепкий и возмужавший, пришел на вечерню Все шло прахом, скорлупа треснула Ему исполнилось тринадцать, и он ощутил, как в его утробе растет нечистый И такой страх обуял Исока Сильнее, чем ожидание взбучки Сильнее, чем инстинкт самосохранения Что пришел Исок на собрание Сел на лавку и начал бить поклоны Как вдруг упал Уткнулся в лона Иисуса И легли кровоточащие ладони на темя и на грудь Исоку Было это второе крещение Так оно свершилось Выпустил Исок из родового ларца грехи крови своей И погряз в них Ни один из собравшихся не смог удержаться от слез Великая явилась им То был им знак сверху Господь осенил своей дланью отрока и оставил его А потом, когда он учился ходить заново Когда он встал на шаткие ноги Они поддержали его Толстуха-мать прижала его к груди Во имя плоти и крови Христовой И оросила слезами его лицо Так был указан ему путь проповедника Как и большинство листодиан, Исок трудился в поте лица Зимой валил лес Ранним летом сплавлял плоты Смотрел за коровами и огородом в скудном родительском хозяйстве Работал много, требовал мало Чурался спиртного, карт и коммунистов По этой причине в рабочей артели ему порой приходилось нелегко Но на смешки мужиков он принимал за испытания Молчал неделями и читал часослов В красные дни Исок очищался молитвами и баней Надевал чистую белую рубаху и темный костюм Теперь и он мог на собраниях обличать пороки и нечистого Выступать с двуострым мечом Господним, законом и писанием Против всех закоренелых грешников Против клеветников и прелюбодеев Против маловеров и сквернословов Пьяниц, насильников и коммунистов Которые как вши расплодились в турнедальской юдоле Юное, бодрое, гладко выбритое лицо Глубоко посаженные глаза Исок умел приковать к себе внимание прихожан Вскоре он женился на соратнице За стенчивой и ладно скроенной финки из пелло От которой пахло хозяйственным мылом Но когда пошли детишки Господь покинул его Взял и смолк одним днем Никто не ответил Исоку Осталось только огромное бездонное отчаяние Тоска Да и сподваль растущая злоба Исок начал грешить Больше из любопытства Мелкие издевательства над ближними Ему понравилось Он продолжил Когда обеспокоенные соратники Попытались серьезно побеседовать с ним Он осквернил уста свои богохульством Соратники отошли от него И не возвращались более Наперекор забвению Своей пустоте Он по-прежнему называл себя верующим Соблюдал обычаи И воспитывал своих детей согласно Писанию Правда, на место Бога Водрузился сам И то была худшая форма листодианства Самая холодная и беспощадная То было листодианство без Бога В этой-то мерзлоте и воспитывался Неила Как большинство детей, выросших во враждебной среде Он спасался тем, что был неприметен Еще во время нашей первой встречи на детской площадке Меня поразило его искусство бесшумно перемещаться Искусство менять цвет в зависимости от окружения Становясь совершенно невидимым Главное — не высовываться В этом Неила был типичным турнодальцем Ты сжимаешься в комок, чтобы сохранить тепло У тебя сбитое тело, выносливые плечи Которые начинают болеть к старости Шаги становятся короче Дыхание мельче От постоянного кислородного голода Ты немного бледен с лица Типичный турнодалец ни за что не побежит от врага Какой в том прок? Вместо этого он вбирает голову в плечи И надеется, что все как-нибудь рассосется В общественных местах турнодалец садится на задние ряды На турнодальских культурных сборищах Часто можно видеть следующую картину Между рампой и публикой зияет десяток пустых рядов Между тем, как на задних местах аншлаг Руки у Нейлы были в ссадинах до локтей И никогда не заживали Со временем я понял, что он расчесывает раны Он делал это машинально Грязные ногти сами тянулись к болячке Расцарапывали ее Едва нарастала корка, как Нейла начинал колупать ее Расковыривал, отламывал И щелчком запускал, куда придется Иной раз попадал коркой в меня Иной раз с отсутствующим взглядом съедал ее Еще неизвестно, что противней Однажды, когда он был у меня в гостях Я сказал ему, чтобы он так не делал Но Нейла только невинно похлопал глазами И через минуту снова взялся за свое Самое странное, что Нейла не умел говорить Ему ведь целых пять лет Иногда он открывал рот, словно собираясь сказать Было слышно, как в горле у него клокочет слизистый ком Раздавалось харкани, казалось, вылетает пробка Но на этом Нейла останавливался и пугливо замолкал Он понимал мои слова, это было видно С головой у него было все в порядке Но что-то в нем перемкнуло Наверное, сказалось то, что его мать была родом из Финляндии Молчаливая сама по себе Она была к тому же представительницей многострадальной страны Которую терзали гражданские, белофинские и мировые войны В то время как ее жирная западная соседка Продавала железную руду нацистам и тем разбогатела Женщина, чувствующая свою неполноценность Она хотела, чтобы ее дети имели то, чего не было у нее самой Дети должны стать настоящими шведами Поэтому она больше старалась научить их шведскому, а не родному финскому Но шведский она знала с грехом пополам, потому и молчала У меня дома мы частенько сидели на кухне Нила любил радио В отличие от его, матери моя всегда оставляла радио включенным И оно целыми днями бубнило фоном Неважно о чем Это могла быть любая передача от авторадио и наших праздников До колокольного звона в Стокгольме Курсов языка и богослужений Сам я никогда не слушал В одно ухо влетало и с другого вылетало Нила же, напротив, по-моему, обожал сам звук Который постоянно нарушал тишину Как-то после обеда я твердо решил, что научу Нилу говорить Поймав его взгляд, я ткнул себя пальцем и сказал «Мать-ти!» Потом показал на него и стал ждать Он тоже стал ждать Я подался вперед и сунул свой палец ему в рот Нила разинул пасть, не издав ни звука Я стал мять ему горло Ему стало щекотно, он стряхнул мою руку «Нила!» Сказал я и приказал ему повторить «Нила!» Скажи «Нила!» Он уставился на меня, как на дурачка Я ткнул себя между ног и сказал «Писька!» Услыхав пошлость, он смущенно улыбнулся Я показал на мою задницу «Жопка!» «Писька и жопка!» Нила кивнул и снова прильнул к радио Тогда я показал на его зад, изображая, как из него что-то вылезает Вопросительно посмотрел на него Нила откашлялся Я замер в ожидании В ответ — молчание Разозлившись, я повалил Нилу на пол Принялся тормошить его «Какашка!» Скажи «Ка-ка-ш-ка!» Он молча вырвался Кашлянул Поворочил языком, словно разминая его «Соифа!» Вдруг вымолвил он Я остолбенел Я впервые услышал его голос Совсем не детский, густой, сиплый Не особо приятный «Чего?» «Донуальмиакван!» Опять С минуты я сидел огорошенный Нила говорит Он начал разговаривать Вот только я его не могу понять Нила с достоинством поднялся с пола Пошел к крану Выпил стакан воды После чего ушел домой Произошла очень странная штука В своем безмолвии В своем одиноком страхе Нила выдумал собственный язык Не имея возможности разговаривать Беседовать Он начал придумывать слова Складывать их вместе Строить из них предложения А может, это был не его язык? Может, он хранился где-то в глубине В самых потайных уголках мозга Древнее замороженное знание Которое оттаяло из-под воль Раз, и мы поменялись ролями Уже не я, а Нила был моим наставником Мы сели на кухню Мать ушла в сад Бубнило радио Чи-ти-о-эста-с-э-джо Сказал Нила И показал на стул Чи-ти-о-эста-с-э-джо Повторил я Ви-на-ми-джас-мати Показал он на меня Ви-на-ми-джас-мати Послушно повторил я Нила энергично Затряс головой Ми-на-ми-джас Ми-на-ми-джас-мати Поправился я Ви-на-ми-джас-ни-ила Он довольно чмокнул губами В его языке были правила Порядок На нем нельзя было говорить, как попало Мы стали общаться на нашем секретном языке Вокруг нас образовалась Наша собственная аура В которой мы чувствовали себя защищенными Другие мальчишки завидовали И подозрительно косились Но нас это только раззадоривало Отец и мать испугались, что у меня дефект речи И позвонили доктору Но тот сказал, что дети часто говорят на вымышленном языке И что это скоро пройдет А Нилу наконец-то прорвало Благодаря придуманному языку Он преодолел робость И вскоре уже вовсю говорил И по-шведски, и по-фински Он ведь и до этого многое понимал И скопил богатый запас слов Оставалось только произнести их Натренировать мышцы рта Хотя, как выяснилось, было это не так-то просто Нила еще долго издавал весьма странные звуки Неба с трудом привыкала к шведским гласным и финским дифтонгам С губ брызгала слюна Постепенно я научился кое-как понимать его Но Нила по-прежнему охотнее говорил на нашем секретном языке Так ему было спокойнее Когда мы разговаривали на этом языке, он расслаблялся Движения становились легкими, плавными В один из воскресных дней произошло примечательное событие Церковь была битком набита прихожанами Шла обычная утрення Служил ее старый добрый пастор Вильгельм Таве И в обычные дни места было бы предостаточно Но сегодня царило столпотворение А все дело в том, что жители Пайлы собрались Впервые поглядеть на настоящего живого негра Любопытство было столь велико, что пришли даже мои родители Которых в церковь калачом не заманишь, разве что на Рождество На скамье впереди нас сидел Нила с родителями и со всей своей родней Только раз попытался он обернуться в мою сторону Но тут же получил увесистый подзатыльник отысока Люди перешептывались и шушукались Здесь были все от чиновников до лесорубов Даже несколько коммунистов Все пересуды, понятно, сводились к одному предмету Правда ли, что этот негр черный, чернее ночи Как исполнители джаза на обложках пластинок Или он бурый? Пробил колокол, дверь резницы отворилась Оттуда вышел Вильгельм Таве в очках с черной оправой Видно было, что он немного скован А за ним в облачении вышел и он В африканской блестящей мантии Подумать только Чернее ночи Школьные училки начали оживленно перешептываться Никакой не бурый, а скорее истинно черный Рядом с негром семенила дряхлая диаконисса Худая, как жерть, с желтой пергаментной кожей Она много лет посвятила миссионерству Мужчины склонились перед алтарем Женщина сделала реверанс А потом отец Таве начал службу с того Что поприветствовал собравшихся И, конечно, прежде всего Нашего гостя из далекого Конго Где сейчас идет война Тамошние христиане остро нуждаются в материальной помощи И сегодняшний сбор без остатка пойдет в пользу наших братьев и сестер Начали отправлять службу А собрание, знай, глядело и не могло наглядеться Когда запели псалмы, негр впервые подал голос Он знал мелодии Должно быть, у них в Африке поют похожие псалмы Негр пел на родном наречии Глубоким и каким-то вдохновенным голосом А собрание пело все тише и тише Прислушиваясь к нему Но вот настало время проповеди И отец Таве подал знак Тут произошло невероятное Негр и Диакониса Вместе взошли на кафедру Паства заволновалась На дворе стояли шестидесятые А в те годы женщине в церкви полагалось молчать Отец Таве предупредительно успокоил собравшихся Сказав, что женщина будет только переводить Места на кафедре было маловато Диакониса бочком пристроилась около дородного чужестранца Под ручьем тек у нее из-под шляпы Диакониса вцепилась в микрофон Беспокойно поглядывая на собравшихся Негр обвел церковь невозмутимым взглядом В остроконечной небесно-золотой Митре он казался еще выше Лицо было таким черным, что на нем Можно было различить только сверкающие белки Негр заговорил на банту без микрофона Он как бы выкрикивал слова высоко и призывно Словно кого-то искал в джунглях «Слава тебе, Господи! Слава тебе!» Перевела Диакониса Вдруг она выронила микрофон Со стоном стала падать вперед И, наверное, свалилась бы с кафедры, не подхвати ее негр Первым подоспел церковный сторож Взлетев на кафедру, обвил тощую руку Диаконисы Вкруг своей бычьей шеи и поволок женщину к выходу Малярия, жалобно простонала та Кожа у нее сделалась желто-бурого цвета С Диаконисой случился приступ Она была в полуобморочном состоянии Еще два члена церковного собора вызвались помочь ей Вывели ее из церкви, посадили в машину И на всех парах умчались в лечебницу Собрание и негр остались с глазу на глаз Все были сбиты с толку Отец Тавы хотел было сменить миссионера Но негр с кафедры уходить не хотел Раз уж он проехал полмира, чтобы попасть сюда Надо вынести и это испытание Во имя Господа Быстро смекнув, он переключился с Банту на Суахили Увы, этот многомиллионный язык, столь широко распространенный на африканском континенте Был почему-то совершенно незнаком жителям Пайлы Ответом негру были непонимающие взгляды Тот снова поменял язык В этот раз на креольский диалект французского Диалект оказался настолько причудливым, что даже учительница французского не разобрала ни слова Все больше нервничая, негр сказал несколько предложений по-арабски Отчаявшись, попробовал говорить на фламандском, который кое-как выучил за время экуменических путешествий в Бельгию Результат – ноль Никто не понимал ни бельмеса В этих глухих краях говорили только на шведском и финском Окончательно подавленный негр решил сменить язык в последний раз Рявкнул так, что задрожали хоры, разбудив задремавшую тетку и напугав младенца Тот запищал, но ему дали пошелестеть листками церковной Библии, и он успокоился Тут со скамьи передо мной поднялся Нила и что-то крикнул в ответ В церкви воцарилась гробовая тишина Вся паства обернулась и уставилась на нахального молокососа Сверкающие белки негра обратились к мальчику Но тот уже был усажен на место мощным тычком Исака Африканец поднял ладонь, приказывая Исаку остановиться И ладонь у него была поразительно светлая Исак почувствовал взгляд и отпустил сына «Чуви кампренас кион ми дирас?» — спросил негр «Ми кампренас чион?» — ответил Нила «Вену читиен ми окнабо! Вену читиен альми!» Нила нерешительно пробрался вдоль скамьи и остановился в проходе Секунду казалось, что он хочет слинять Африканец велел ему приблизиться, поманив белой ладонью Чувствуя, что все смотрят на него, Нила Сделал несколько неуверенных шагов Ссутулившись, прокрался и встал перед кафедрой Забитый мальчишка с уродливо ощипанной головой Негр помог парнишке взойти по ступенькам Нила едва доставал до края, но негр крепко обнял его и взял на руки Держа, как агнца Дрожащим голосом возобновил прерванную молитву «Дия, Ния, Кию, Аскультос, Ниэн, Прэджоин» «Отец наш, ты услышал наши молитвы» — принялся бойко переводить Нила «Сегодня ты послал нам мальчика, хвала тебе, Господи, хвала тебе» Нила понял все до единого слова Паельцы внимали, как громом пораженные А Нила перевел проповедь до конца Родители Нилы, его братья и сестры Застыли точно каменные стуканы с испуганными лицами Они были поражены Они понимали, что на их глазах совершилось божественное чудо Многие в церкви рыдали от умиления Все были тронуты до глубины сердца Ликующий шепот пробежал по рядам И вскоре охватил всю церковь Знак милости Чудо И я же никак не мог взять в толк Как мог негр знать наш секретный язык? Ведь это был именно тот язык, на котором я общался с Нилой Об этой новости много потом говорили, и не только среди верующих Еще долго нам звонили из газет, из телевидения Хотели взять интервью, но Исак не разрешил Сам я встретился с Нилой только пару дней спустя После обеда он, как всегда, незаметно проскользнул к нам в кухню Все еще напуганный случившимся Мать дала нам по бутерброду Мы стали жевать Нила то и дело как-то напряженно прислушивался Как обычно, фоном бубнило радио Тут меня осенило, и я добавил громкости Джис Риаудо Я аж подпрыгнул Наш секретный язык Проиграла короткая мелодия, и диктор сказал Вы только что прослушали сегодняшний урок эсперанто Эсперанто? Так он выучил язык по радио Я медленно повернулся к Ниле Тот сидел с отрешенным видом Глядя куда-то вдаль Глава третья О страшной притягательности складов в школе домоводства И о нечаянной встрече Где мы забегаем далеко вперед По соседству с детской площадкой стояло, похожее на господский дом, большое деревянное здание со множеством окон по всему фасаду Старая фабрика Теперь здесь располагалась школа для девочек Где, помимо прочего, их учили стряпать и вязать Все лучше, чем ходить безработной Здесь девочки становились умелыми хозяйками Возле школы, которую мы, детишки, так и прозвали школой домоводства Стоял старый сарай, выкрашенный красной краской Он был набит всяким хламом и пожелтевшими школьными материалами В которых мы так любили копаться В одном месте с торца отходили доски, и можно было залезть внутрь Стоял жаркий летний день Зной тяжелой пятой придавил наше селение Запах трав был крепок, как заваренный чай Я в одиночку крался вдоль стены сарая Опасливо озираясь, не идет ли сторож Мы боялись его Он был силач, носил заляпанный комбинезон и ненавидел любопытных детей Всегда являлся ниоткуда, испепеляя тебя взглядом На ногах у сторожа были сабо В мгновение около он скидывал их и тигрином прыжком настигал жертву Никто до меня еще не ускользал от него Сторож точно клещами хватал жертву за шею, поднимал Голова жертвы того и гляди отделиться от тела Помню, мой сосед, пятнадцатилетний Бугай, рыдал, как младенец Получив взбучку за то, что катался на мопеде в неположенном месте И все же я решил рискнуть Никогда прежде не бывал я на складе Но слышал рассказы тех, кто дерзнул Я крался, вертя головой во все стороны Нервы были напряжены до предела Вроде все спокойно Стал на карачки, раздвинул доски Просунул голову в лаз и прошмыгнул внутрь Из солнечного света я нырнул в кромешную тьму Зрачки расширились, ослепленные мраком Долгое время я стоял неподвижно Затем, мало-помалу, начал различать предметы Древние шкафы, списанные парты, дрова, кирпичи Треснувший унитаз без крышки Ящики с электропроводкой и изоляторами Я стал осторожно бродить, стараясь ни на что не наткнуться Пахло сухостью, опилками и рубероидом с кровли Нагретым теплыми солнечными лучами Я плавно продвигался, почти плыл В густом, как кисель, воздухе Он был оливкового цвета Точно в гуще соснового леса Я будто ходил между спящими Осторожно дышал носом Ноздри щекотала пыль Мои тряпичные тапки беззвучно скользили по цементному полу Мягкие кошачьи лапы Стоп! Передо мной вырос великан Я отшатнулся от черного призрака в полутьме Оцепенел Нет, не сторож Всего лишь старый отопительный котел Высокий и тяжелый чугунок Толстый, как раздобревшая Матрона С огромными литыми заслонками Я отодвинул ту, что побольше Заглянул в холодное, черное, как смоль, чрево Тихонько гукнул Голос отозвался металлическим эхом Вдвое сильнее моего Топка была пуста Чугунная дева Она хранила лишь память Об огне, сжиравшем ее изнутри Я аккуратно просунул голову в отверстие Порыскал рукой Нащупал комья шлака, отстающие от ржавой обмуровки А может, то была копоть Внутри пахло железом, окаленной и старой гарью Я немного поразмыслил, набираясь храбрости Потом ужом юркнул в тесную топку И вот я внутри Согнулся в три погибели в ее круглом пузе Свернулся за родышем Попытался выпрямиться, но стукнулся головой Стал бесшумно задвигать заслонку Пока не погас последний лучик Внутри Она вынашивает меня Она обороняет меня своими Пуленепробиваемыми стенами, будто беременная И я у нее в брюхе Я ее дитя Меня разбирала какая-то неприятная щекотка Чувство защищенности со странной примесью стыда Словно я нарушил какой-то запрет Кого-то предал Может, свою мать? Закрыв глаза, я свернулся клубком Обнял колени руками Она такая холодная А я такой теплый и маленький Огнедышащий комочек Прислушавшись, я услышал ее шепот Слабый шелест Доносившийся то ли из вьюшки, то ли из обреза трубы Ласковые и боюкающие слова любви Раздался грохот В сарай, тяжело топая ногами Ворвался сторож Он был в ярости Клялся, что намылит шею озорникам И я затаил дыхание, слушая, как он рыщет кругом, опрокидывая шкафы, с грохотом пиная и разбрасывая хлам, словно охотился на крыс Он бегал по складу и матерился Видно, какая-то ябеда из школы домоводства засекла меня и настучала И мать твою за ногу, и перкеле Шведские и финские проклятия сыпались направо и налево Став неподалеку от котла, он втянул носом в воздух Словно учуяв мой дух Я услышал, будто кто-то скребется о стенку И понял, что сторож прильнул к моему котлу Нас разделяла лишь чугунная шкура толщиной в три сантиметра Медленно ползли эти секунды Потом новый скребок и звук удаляющихся шагов С треском захлопнулась входная дверь Я остался сидеть внутри Неподвижно считал томительные минуты Внезапно вновь послышался стук сабо Сторож, оказывается, уходил понарошку Чтобы выманить добычу, используя все коварство взрослого человека Но теперь он окончательно сдался и отправился в освояси Я слышал, как щебенка все тише шуршала под его ногами Наконец я осмелился переменить положение тела Суставы ломило Я толкнул заслонку Она не поддалась Я поднатужился Заслонка не шелохнулась Меня прошиб ледяной пот Страх, перерастающий в панику Должно быть, сторож задвинул щеколду Я погиб Когда схлынуло первое оцепенение Я попробовал кричать Эхо утроило силу голоса Я вопил с перерывами Затыкая уши пальцами Никто не пришел на мой зов Осипший и изнуренный я пригорюнился Я погибну Умру от жажды Высохну в этом склепе Первые сутки выдались ужасными Мышцы болели Икры сводила судорога От сидения в три погибели затекла спина Страшно хотелось пить Я чуть не сошел с ума Мои испарения оседали на закопченных стенах Я слышал, как падают капли Пытался лизать стены На языке остался металлический привкус От него жажда только усилилась На вторые сутки Меня взяла одурь Я то и дело надолго впадал в забытье Качаясь в полудреме Забытье казалось освобождением Я потерял счет времени Впадал в сладостное оцепенение Возвращался И чувствовал, что умираю Проснувшись в другой раз Я понял, что время не стоит на месте Зеленоватый дневной свет Пробивавшийся сквозь отверстия крана Стал слабее Дни становились короче По ночам я сильно мерз Вскоре ударили первые холода Сложенный пополам я мелко прыгал Чтобы хоть как-то согреться Зиму я помню не очень отчетливо Свернувшись калачиком Я почти все время спал Недели промелькнули, как сон Когда вернулось тепло Я понял, что подрос Моя одежда стала мала мне и жала Изрядно повозившись Я сумел стянуть ее с себя И продолжал ждать уже голый Постепенно Мое тело заполнило Тесную котловину Должно быть, я прожил здесь Несколько лет От моих испарений Нутро котла ржавело С моей головы свисали Длинные патлы Я уже не мог прыгать А только уточкой Переваливался сбоку-набок И не вылез бы Даже если б сумел открыть заслонку Проход стал слишком узок для меня Со временем жить в котле Стало почти не в моготу Теперь я не мог двигаться Даже бочком Голова была зажата между коленями Плечам некуда было расти Пару недель Я думал, что мне конец Наконец Я дошел до ручки Заполнил собой Каждую клеточку пространства Не осталось Ни одной воздушной пазухи Мне нечем было дышать И я только судорожно Зевал ртом Но Упрямо продолжал расти И вот как-то ночью Что-то звонко хрустнуло Будто раскололось Карманное зеркальце Короткая пауза Потом протяжный треск Со спины Я понатужился Стена поддалась Вспучившись Вдруг брызнуло фонтаном осколков И я очутился на воле Голый Новорожденный Я барахтался Посреди хлама Неуверенно встал на ноги Оперся на шкаф И с удивлением Обнаружил Что мир вокруг меня Съежился Нет Это просто я стал вдвое выше На лобке появились волосы Я стал Большим На дворе лютовала Морозная ночь Ни души Я потрусил по снегу В припрыжку Шлепая босыми ногами Почесал по поселку В чем мать родила Прямо на перекрестке Между хозяйственной лавкой И киоском Лежали четыре подростка Казалось, спали Я остановился И с удивлением Стал разглядывать их Склонился Под светом фонаря Чтоб рассмотреть поближе Одним из подростков Был я Смешанным было Мое чувство Когда я лег рядом С самим собой На обледенелое шоссе Лед кусался Таял Подо мной стало влажно Я приготовился ждать Сейчас Они должны Проснуться Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует